всем привет друзья сегодня мы сделаем две небольшие табуреточки если вы помните я делал шведский факел вот для этого моего пацана иди сюда вот вот для него мы делали шведский факел потому что ребенок был голодный хотел колбасок скажи всем привет молодец сегодня мы из вот этого огрызка из этого пенька который не догорел делаем две табуреточки сначала я вычищу сажу потом распилю пополам ну и для того чтобы ножки не развалились чтобы они не отломились здесь будет еще металлический обруч то есть этот проект примитивный и доступен абсолютно каждому правильно у нас некоторые ножки очень сильно перегорели поэтому допустим вот такой вот разрез на 4 части можно оставить как есть а здесь некоторые ножки очень слабые остались и поэтому чтобы они не обломились их обязательно нужно будет чем-то придержать что нам потребуется потребуется либо дрель либо шуруповерт не удлинитель растягивает лень поэтому буду делать все это дело шуруповерт обязательно потребуется щетки можно использовать металлические я не сторонник сильно выгрызать дерево поэтому буду пользоваться нейлоновыми и потребуется какой-то удлинитель потому что нужно будет влазить внутрь и для того чтобы можно было нормально работать нам под ничего страшного там дядь сережа работает и для того чтобы можно было нормально работать удерживать удлинитель нам потребуется какая-нибудь втулка мы просто надеваем втулку на удлинитель и будем держать здесь рукой таким образом у нас рука не накрутится на улице сейчас ветер поэтому сажу будет уносить но если ветра нет то лучше пользоваться намордником потому что сажа будет кругом настало время разделить пенек пополам и делаем это конечно же при помощи бензопилы для того чтобы пенек не вращался закладывая между ножками доску срез получается очень грубые грязные и его конечно же нужно прошлифовать сначала шлифую зерном 60 единиц после того как основной ворс убрали делаем шлифовку зерном 120 единиц нижний срез у нас не очень ровный поэтому нужно обязательно все это дело отторцевать берем полосу металла либо кусок линолеума главное чтобы он был ровно отрезанный оборачиваем совмещаем и отмечаем теперь вооружаемся японской пилой это сюгун 265 универсальный рез то есть и поперек и вдоль это пила умеет резать на стало время сделать обвязку она будет располагаться вот здесь здесь нам нужна полоса но я не очень добросовестно готовился к мастер-классу и оказалось что у меня полосы и вот всего лишь полметра естественно этого не хватит даже на одну табуретку на одну сидушку поэтому мы сейчас выйдем из положения и способ предельно прост я возьму угольник и отпиливать него пол чтобы было удобнее пилить я угольник прикручу в доске 25 надписом орезом отпиливать полку от уголка я буду при помощи циркулярки каждый раз когда я пользуюсь вот таким инструментом возникает масса вопросов где взять такой диск сколько он стоит привет чтобы не было недоразумений это специальные диска специальная циркулярка с пониженными оборотами и чтобы исключить вот эти все вопросы в описании к видео я дам ссылку на обзор на эту пилу вы сами все поймете на других циркулярках эти диски просто не будут работать и 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 ну вот все и готово рез получается отличный металл не нагревается остается только зачистить зачищать конечно же буду при помощи болгарки и такой угольник с маленькой полкой нам еще где-нибудь в будущих проектах пригодится срез после циркулярки выглядит просто обалденно он будет направлен вверх а вот плоскость мне не очень нравится ее нужно текстурировать как будто бы полоса кованая вооружаемся молотком и отбиваем одну сторону и и теперь берем раствор для холодного вороняния ворон 3м и наносим на тряпочку вот у нас и получился кованый обруч Займемся декорированием заклепок Обычные мебельные болты Покрытие нужно снять И сделаем здесь ямки Используем обычный лепестковый диск И снова холодное воронение Теперь укоротим болты Берем зубило и делаем насечки Намечаем будущее отверстие Сверлим отверстие под тело болтов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Все готово к покраске. Покрывать буду паркетным лаком. Этот лак имеет 10% глянца. Специально не показываю название, чтобы исключить традиционное обвинение в коррупции, ну то бишь в рекламе. Этот лак предназначен для ручного нанесения. Он довольно густой, но разбавлять его я не буду, потому что он содержит смесь растворителей, которые испаряются поочередно и дают очень хорошую плотную пленку. Сохнет он быстро. Наносить буду пульверизатором. Пульверизатор самый дешевый. Для этого отлично годится. Красить буду при помощи компрессора. Это Denzel 400 литров в минуту. Объем ресивера 50 литров. Этого вполне хватает для покраски. Кстати, многие спрашивали, куда делся обзор на этот компрессор. Наверное посчитали, что компрессор мне не понравился и я его решил сменить. Ничего подобного обзора просто не было. Этот компрессор фигурировал именно в мастер-классе по изготовлению стола и слыба в третьей части. Ссылку найдете в описании к видео. Компрессором я доволен и менять его не собираюсь. Его производительность меня вполне устраивает. Единственное, этот компрессор, конечно же, немножко тяжеловат, поэтому вытаскивать на улицу, тащить его по ступенькам не совсем удобно. Но я думаю, это не так уж критично. При покраске обязательно использовать масло-влагоотделитель. Я цепляю его непосредственно на выход компрессора. Хоть на улице и ветер, я все равно буду пользоваться маской. Маска эта просто уникальная. Ее можно использовать без фильтров, потому что резина так сильно воняет, что забьет по запаху любую краску, любую эмаль. Конечно же, я шучу. При покраске обязательно пользуйтесь полумаской, либо хотя бы респиратором. Продолжение следует... Первый слой полностью высох. Межслойную шлифовку производить я не буду, потому что этот лак ложится толстым слоем, и он не поднимает, а наоборот придавливает ворс. Он давит хорошую натяжку, и поверхность получается такая с шелковистым блеском, очень плотная. Так что снова выжуживаемся краскопультом и задуваем вторым слоем. Вот и готова наша табуретка. Для ее изготовления понадобился минимум инструмента, и если не считать циркулярки, которая пилит сталь и компрессора, в принципе, можно все это сделать буквально на коленке из-под ручных средств. Пенек выгорает сам. Железную полосу можно не обязательно отбивать, можно ее просто согнуть. В принципе, покрасить тоже можно вручную кисточкой, в этом тоже нет никаких проблем. Табуретка получилась чересчур брутальная, и, наверное, для домашнего интерьера она не особо подходит. Ну, на улице, например, на пикничке возле мангальчика будет в самый раз. По желанию вверх можно залить эпоксидкой для того, чтобы закрыть все эти трещины. Если залить седушку эпоксидкой, то при эксплуатации на улице, при перепадах влажности, трещины будут то расходиться, то опять сходиться, а вот сойтись им не позволит эпоксидка. И поэтому просто появится море новых трещин. Ну, поэтому я и не стал этого делать. Вот на сегодня и все. И я надеюсь, что такой простой мастер-класс будет многим из вас полезен. Не забывайте ставить оценки к этому видео и подписываться на канал, кто этого еще не сделал. А на этом я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok